Россия, на начало конфликта в 22-м году, располагала 900-тысячной армией. А на сегодня армией в 2 миллиона 100 тысяч. Так что все, кто говорит, Россия слабая, Россия то, Россия сё, армия 2 миллиона 100 тысяч. 600 тысяч человек — это только для СВО с резервистами и так далее. Но ещё полтора миллиона — это полностью новая армия, как следствие того, как вёл себя Запад. Россия сегодня производит 150 танков, думаю, что уже все 200, а способна производить 300 в месяц. 300 танков в месяц. А Соединённые Штаты — 33 танка в месяц. Минутку, США — это величайшая военная сила в мире. Но мы даже не производим, а восстанавливаем 33 танка. Немцы, напрягшись, способны на 153 танка в год. Французы — около 50 в год. И британцы — около 50 в год. Так что за два месяца Россия переплюнет весь блок НАТО по производству танков. Артиллерийские снаряды. Мы осилим около 3 миллионов в год. А русские, не напрягаясь, делают 24 миллиона в год. Да, по производству они уделывают всех. В армии США сейчас служат 400-425 тысяч. В 2022-м мы заявили, что для поддержания боеспособности нам нужно ещё около 60 тысяч. Но можно осилить едва 45. В 2023-м было нужно 65 тысяч. И еле набрали 50. И поскольку не хватало людей, пришлось сократить армию на 24 тысячи. Американская армия сократилась на 24 тысячи. В то время как русская армия выросла на 600 тысяч. Так, 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 так. Миллион девятьсот на миллион двести. И все, кто думают, что русские слабые и так далее. А-а-а. Россия всё перевернула. Всем управляет Россия. У Украины сегодня не осталось людей. Деньги, что мы им дали, бесполезно. Даже Джейк Салливан сказал, если им дать всё оружие в мире, у них нет людей его использовать. А это плохо. У Украины не осталось людей. Они объявили срочную мобилизацию. Все убегают, никто не хочет воевать. И пока на Украине все убегают от боёв, в российскую армию приходит 40 тысяч добровольцев в месяц. Их не призывали. Сказать почему? Потому что они патриоты. Потому что Россия вся поднялась перед лицом того, что весь Запад воюет с нею на Украине. И теперь там идёт Великая Отечественная война.